Народный тест-драйв с Александром Андреевым Куда-то добираться гораздо удобнее, легче, проще, быстрее, как хотите Сегодня об автомобилях уже конкретных Audi Q5 и его конкурент Причем в качестве конкурентов предлагаю рассматривать не только такие машины, как Volvo XC60 Кроме того, на XC60 новом ни вы, ни я не ездили пока Что касается трешки BMW, ну это такой классический конкурент Но взглянуть на вопрос несколько шире, потому что очень часто, когда люди подбирают себе автомобиль Они рассматривают, в том числе сравнивают седаны с кроссоверами И это вполне разумное сравнение, если цены автомобилей сопоставимы Но вот чем седан лучше или чем лучше кроссовер, тоже об этом можно поговорить на примере Q5 Например, сегодня я приехал на Genesis Q80 Это премиальный Hyundai Это премиальная марка, которая создана концерном и продвигается концерном Q70 скоро ждем Тоже будет интересный автомобиль Я знаю, что многие ждут, хотят посмотреть его, пощупать и поездить И тем более, что у нас он появится раньше, чем в Европе Ну вот, например, почему выбрать кроссовер, а не седан или наоборот Об этом тоже поговорим Напомню, наши координаты 232-15-59 232-15-59 Это телефон в студии Может быть, уже есть владельцы новых Q5 Среди наших слушателей Позвоните и поделитесь опытом эксплуатации Любопытно это Код Москвы-495 Еще раз напомню Значит, ну и про конкурентов тоже интересно Вот тут еще по поводу марок Ведь есть приверженцы BMW Есть приверженцы Mercedes Есть приверженцы Audi За что вы эту марку любите Чем она вам нравится Ну или почему вы никогда не купите автомобиль этой марки Тоже интересно Конечно, можно и писать СМС-портал 5533 В начале сообщения пишите слово Вести И для WhatsApp, Viber Телефонный номер Плюс 7-903-170-6363 Какое ощущение Q5 оставил у меня? Ну, во-первых, все, что касается драйва, езды Удовольствия от вождения автомобилем Там есть и все продумано до мелочей Начиная от подвески От того, как настроен руль И заканчивая сидением Оно удобное В меру боковая поддержка И, в общем, наверное, Audi Это в некотором смысле Золотая середина в немецкой тройке Потому что Mercedes Он в большей степени заточен под комфорт BMW под драйв Причем такой безумный Я помню, звонили слушатели И говорили в эфире, что Не покупают себе BMW Потому что не ручаются за себя на этой машине Она провоцирует на динамичную езду Вот Audi где-то посерединке С одной стороны машина Быстрая, динамичная И я бы даже, наверное, Ку-5 В чем-то сравнил с седаном А6, который мы с вами обсуждали Если мне не изменяет память Летом уже теперь прошлого 2017 года Потому что Ощущения от автомобилей Примерно одинаковые Вот часто говорят, что Когда хотят похвалить кроссовер Что он едет почти как седан Здесь просто Ку-5 едет как седан Никаких проблем не создавая С точки зрения вождения Вот удовольствия Динамики, которые есть А динамика, конечно, бешеная Там 6,3 секунды до сотни Автомобиль разгоняется Это с двигателем не самым мощным 249 лошадиных сил Который есть Есть еще трехлитровый двигатель Это двухлитровый В общем, этого вполне достаточно И переключаться в режим спорт Который тоже, конечно, присутствует Нет никакой необходимости Потому что и в нормальном режиме Автомобиль едет очень-очень неплохо И доставляет удовольствие От вождения в городе Вообще больше не нужно Да и на трассе, мне кажется Для каких-то обгонов Для совершения маневров Того, что есть в нормальном режиме Более чем достаточно Дорожный просвет у этого автомобиля 19 сантиметров Что вполне нормально Но мы понимаем Что никто особо не будет Лезть на бездорожье На этих машинах Потому что не предназначены Они для этого Но только если где-то нужно Проехать, проползти Не более того Конечно, это асфальтовая машина Подвеска настроена под асфальт И на асфальте вы будете получать От нее наслаждение И вот здесь по поводу сравнения Конечно, не сравнивают И даже в премии топ-5 авто Которые отличаются Достаточно таким Свободным подходом К сравнению автомобилей Там есть Например, вот В той же группе В которой сейчас Опять В той же номинации Там Рено Калеус Который Автомобиль интересный Но премиальным, конечно Не является Вот они сравниваются вместе А Например Новый Ленд-крузер Парада Обновленный Рестайлинговый Он в другой категории Хотя, мне кажется Когда человек думает Ту или другую машину купить Он вполне может сравнивать Ку-5 и Прада Хотя они абсолютно разные Наверное, в этом тоже Своя прелесть Того, что Каждый водитель По своему характеру По Манере своей езды По своим потребностям Может подобрать Разный автомобиль И Если человек Недоволен тем или другим То Недоволен он, наверное В первую очередь Потому что он сделал Немножко неправильный выбор Такое тоже бывает И Для этого Обязательно нужно Садиться Нужно Пробовать Экспериментировать Прежде чем Выбрать себе машину Выбрать ее Осознанно Понятно, что Прада Она Он не Не знаю Даже она Или Наверное Тойота Все-таки она Не для того Чтобы Ездить как-то Очень быстро И динамично Но зато Эта машина Позволяет Пробраться везде Где может Пробраться машина И В этом ее плюс Причем Новый Прада Он хорош С точки зрения Того Как все устроено С точки зрения Эргономики Там есть Но мелкие Какие-то уже Замечания В него Приятно садиться Конечно Если сравнивать Ауди Ку-5 И Прада То Эргономика Будет более Продуманной Кресло Наверное Будет Поинтереснее Там Будет Подушка Подколенная Которая Выдвигается И Вообще Ну При этом Нужно учитывать Что В стиле Вождения Этих машин Будут тоже Разными И Такое кресло Как в Ауди На Прада Не нужно Но Зато Ауди Это паркетник Это городской Автомобиль Это автомобиль Для трассы Но ровный Хороший Асфальтовый А на Прада Вы можете Уехать Куда угодно Вы можете Поехать На пикник На рыбалку И не будете Думать О том Проедете Вы или нет Потому что В большинстве Случаев Если уж Совсем В леса В поля Не заезжать Вы проедете Безо всяких проблем Ну И плюс Вот еще Предлагаю Добавить Какие-то седаны К сравнению Такие как Генезис Честно говоря Не понимаю Большой прелести Таких машин Потому что С одной стороны Конечно Седан И в обслуживании Будет дешевле И есть у него Свои плюсы Ну и вообще Часто говорят Ну а зачем Нужен кроссовер Но на седане Каждый раз Подъезжая к бордюру Будешь думать Зацепишь ты его Или нет Вот как я сегодня Парковался И там Он позволил Встать у такого Среднего бордюра Но тем не менее Мысли всегда возникают И если бордюр повыше То уже На него Бампером Не заедешь Свес Этого сделать Не позволит С кроссоверами Таких проблем Обычно Не возникает Плюс Вот мелочи О которых Наверное Многие не задумываются У седанов Гораздо больше Пачкаются В такую погоду Как сегодня В Москве Сегодня Снегопад Был с утра Сейчас Слякоть на дорогах Грязь летит Со всех сторон И зеркала У седанов Которые расположены Существенно ниже И Плюс Другая аэродинамика У автомобиля Пачкаются Заметно больше И зеркала И боковые стекла Поэтому Их приходится Протирать Но вот В случае Генезиса Это приходится делать Где-то Раз в 100 километров Не реже Иначе Иначе просто Становится Плохо Видно Напоминаю Координаты Наши Хотелось бы Услышать Ваше мнение Об этом автомобиле О конкурентах Audi Q5 Может быть у вас С машины Первого поколения Расскажите В частности Еще помимо всего прочего Интересует И надежность Машин Потому что Когда мы Обсуждаем Автомобили Тем более Такие дорогие Наверное Надежность Это фактор Который Имеет Достаточно Существенное Значение Так вот По опыту Эксплуатации Могу сказать Что Сколько я Не сталкивался С Тойотами Тестовыми Никогда не было Такого Чтобы в машине Чего-то не работало Ну Правда Я не могу сказать Такого и про Audi Там Никаких проблем Не возникало Но вот Что касается Q5 То мне не понравилось Это уже не касается Непосредственно Вождения Это касается Каких-то Вспомогательных Функций Но мне не понравилось То Как Автомобиль Например Реагирует На препятствия Своими парктрониками Начинает Очень истошно Кричать Причем Делает это Издалека Может быть Это делается Специально Потому что Я на Мерседесе На Ешке На последней Которой ездил Мерседесе Примерно Такую же встречал И это было Очень неприятно Когда машина Начинает Громко Предупреждать тебя О препятствии Которые находятся Еще очень-очень далеко А если Погода плоха Если камера грязная И если темно То Под греха Даже выходишь Из машины Смотришь Что же происходит И видишь Что на самом деле Места-то еще Огромное количество Можно было бы еще Ехать и ехать Парковаться и парковаться А машина кричит Что нет Уже все Ты должен обязательно Остановиться Ну хоть Не тормозит Как Мерседес 232-1559 Телефон в студии Код Москвы 495 Первый Кто нам позвонил Это Дмитрий Здравствуйте Дмитрий Здравствуйте С Новым Годом У вас всех Давай Стактим Спасибо Хотел бы поделиться Ну к сожалению Меня К счастью Не знаю У меня не Audi У меня BMW 5 Есть 50-й кузов Пробег уже 268-3000 В принципе Проблем глобальных нет Машина дизельная Вот Единственное Что хотелось бы сказать Мечта всегда была Поиметь В собственности Такой автомобиль Ну как-то вот Всегда об этом хотел Но всегда надо Я уже потом понял Что надо Немножечко держать в уме Что эти автомобили Очень требовательны Финансово То есть Несмотря на то Что Поломки Ну не сказать Что очень частые Тем более Еще двигатель Дизельный Трехлитровый У меня лично У BMW Один из надежнейших Двигателей Все равно Случаются Какие-то Незначительные поломки Но Копеечку Все это Очень прилично Влетает То есть Имея Мне кажется Автомобили Ауди Ку-5 Ку-7 БМВ То есть Нужно Понимать Что Не то Что надо На этот автомобиль Просто взять И накопить Да И купить Свою мечту А надо понимать Что тебе его Эксплуатировать И это Довольно Прилично Бьет В карман Потому что Какие-то Еще раз повторю Незначительные вещи Они стоят Очень приличных денег А так Никаких Серьезных поломок У вас не было Да Ну Что касается Дизеля Это Классика Как у многих Машина Пассажевый фильтр Ну Как вот Обычно Это бывает Думаю Что проблема Только ВМВ Это проблема Многих Дизельных Автомобилей Ну Вот смотрите 268 тысяч Коробка автоматическая Работает Просто идеально Никаких Дерганий Ничего Не делал Самое главное Сделать ОО Самое главное Ухаживать за автомобилем Он будет Дальше вас радовать А что касается Динамики Управляемости Ну Я просто влюблен В этот автомобиль Вы изначально Когда говорили Чем вот Вы вот Какую марку Рассматриваете И почему именно Эта марка Однозначно В МВ Есть какой-то Некий дух Мне об этом Всегда говорили Но Это можно испытать Только когда Ты владеешь Этим автомобилем И ездишь на нем Реально Что-то Что-то есть В этой марке Какой-то Драйвовый Какая-то Не знаю Но вот Все продуманное И приятно Сходится в автомобиль И все под боком Все под рукой И плюс еще Великолепно Управляемость Динамика А вы менять Не планируете Все-таки Пробег-то уже Приличный Да Вот сейчас Честно говоря Уже думаю Но Я Честно говоря Думаю Пересесть на автомобиль Тежо 400 Потому что Ну Это вот Этот самый Митсубиша Атлендер Что-то Типа того Потому что Ну Есть определенные Финансовые Вложения Куда надо Более-более Выгодно Вложить Денежные средства В бизнес Скажем А пока Ничего Мне нужно Пересяду на японский В принципе Надежный автомобиль Смотря на то Пежо Пежо Знаю Что Порка Идет В Японии И это тоже Аутлендер Который Очень надежный А так В принципе Что касается Бренда BMW Кипяту Могу Всем рекомендовать Но это Достаток Должен быть Не знаю Семейный Ну Как минимум 150 плюс В месяц По доходности Мне кажется Так Понятно Спасибо вам За звонок Это если Не возникает Никаких технических Проблем Они все-таки Могут возникнуть И что касается Купятова То роботизированная Коробка С одной стороны Доставляет Огромное удовольствие Быстро переключается И Как раз Обеспечивает В том числе Вместе с двигателем В паре с двигателем Динамику Которой отличается Автомобиль Это С одной стороны А с другой стороны Все-таки Она вызывает Определенные Сомнения С точки зрения Надежности Причем Споры часто Разгораются Не шуточные По поводу того Можно брать Нельзя брать Тут еще Ведь зависит От того Как и где Машины эксплуатируются Потому что У меня есть подписчик Который Если я не ошибаюсь Уже 4 года Купятый Предыдущего поколения Эксплуатирует И ни с какими Проблемами Серьезными Техническими Не сталкивался Но эксплуатирует Он его в Германии Там другие дороги Там другой климат Там в общем Все другое И манера езды Тоже другая Это тоже накладывает Существенный Отпечаток На то Сколько автомобиль Пробегает У нас К сожалению Роботизированные Коробки Часто долго Не живут Особенно в крупных Городах Когда машины Часто толкаются В пробках Возникает Такая проблема Меня поправляют Тут что Genesis G80 G70 Да конечно Безусловно С Audi Попутал Audi попутал Со своими Сериями Q Это конечно Так Nissan Murano В качестве Конкурента Предлагает Нашему обсуждаемому Автомобилю Владимир Ну Владимир Да Особенно Учитывая То что Murano В верхней Комплектации Где-то 2 миллиона 800 тысяч Будет стоить То есть Подбирается К Audi Ауди Тоже нужно Понимать Что например Тестовая машина Она была Очень хороша Практически Во всем Кроме того Что в ней Не было Бесключевого Доступа Обычно В пресс-парках Машина Полностью Нашпигована А здесь Такое Напоминание О том Что бесключевой Доступ Это опция За которую Придется Доплатить По моему 40 Может быть С небольшим Хвостиком Тысяч А просто Так Машина У вас Будет Открываться Обычным Ключом И конечно Когда речь Идет О премиальной Марке Это очень Странно И наверное Подавляющее Большинство Людей Которые Такую Машину Будут Покупать Оно Рассматривает Только Вариант С бесключевым Доступом И то есть На автомате Должна Будет Доплатить Но вот Тут нужно Приходить В салон Подбирать Под себя Машину Смотреть Цену Тоже Часто Скидывают Опытные Владельцы Премиальных Марок Об этом Хорошо Знают Муран Хороший Автомобиль Я Кстати В один Я несколько Раз брал Его на Тест И Один Из Тестов Пришелся Как раз На такую Примерную Погоду Как сейчас В Москве Когда я Ездил На Ку-5 Она Примерно Была Такой Тоже То есть Снег То не Снег И Должен Сказать Что Конечно С точки Зрения Управляемости Езды Ну Ауди Вне Конкуренции Мурана Все-таки Более Степенный Автомобиль Мурана Вариатор И Мурана Хотя Его Настроили Для того Чтобы Он Ездил По Нашим Дорогам И Подходил Под требования Российских Водителей А не Американских Потому Что Изначально Машина Делалась На Американский Рынок Но Он Стал Гораздо Лучше Американского Варианта Динамичнее Интереснее Там Подвеску Поменяли Он Не такой Диванного Типа Автомобиль Как Любят Американцы Когда Вы едете По Хайвею Далеко И В общем Не затрудняетесь Едете По прямой Этот автомобиль Умеет И любит Поворачивать Помимо всего Прочего Но Конечно Той Динамики Которая Есть У Ку-5 У него Нет И Того Драйва Нет Все-таки Он для Более Степенной Езды Серьезными Неровностями Выбоенными Асфальт То есть Если Вы живете В местах Где Не очень Хорошие Дороги То Боюсь Что Мурана Не будет Доставлять Вам Такого Удовольствия Какое Он может Доставить На хорошей Ровной Дороге На ровном Асфальте Это тоже Конечно Безусловно Асфальтовый Автомобиль Так Land Rover 480 тысяч Километров Как я понимаю Как новый Только Это корабль Если на пневме Кстати Что касается Пневмы Теперь Audi Q5 Тоже с Пневмоподмеской Доступен И Она Добавляет Шарма Автомобилю Безусловно Но С точки зрения Надежности Не знаю Насколько Это Правильный Вариант Вообще Если Такие Машины Берутся На 3 Года То Наверное Здорово И Взять Нашпигованную Машину Полностью Разными Функциями И Возможностями Если Надолго Тут уже Нужно Думать Смотреть Взвешивать В том числе Какой двигатель Взять И С какой Коробкой Вот Если Говорить О Land Cruiser Prado То Мне Честно Говоря Я Просто Тут Ездил И На Пружинном Варианте И На Варианте С Пневмоподвеской Гидропневмой И Мне Понравился Больше Пружинный Вариант По Городу Отлично Едет И Он Комфортнее При том Что И на Бездорожье Этот Вариант Безусловно Не Подкачает Ну А По поводу Надежности Вроде Нет Каких-то Серьезных Нареканий К Подвескам Тойотовским И тем не менее Все равно Пружины Простые Будут Проще Так Тео не дороже Чем у других Басни Проломкость Это только Басни Ну Вы знаете Насчет Басни Тут трудно Сказать Я думаю Что Это правда Нужно только Смотреть Как автомобиль Эксплуатируется И Это могут Быть Не басни Это могут Быть Просто Водители Которые Выжимают Из автомобиля Все Гоняют Его В том числе Ходом Проходят Лежачие Полицейские А потом Удивляются Проблемам С подвеской Проблемам С коробкой Ну и Опять же Надо смотреть Где вы Эксплуатируете Автомобиль Одно дело Жить в каком-то Небольшом Городе Практически Лишенном Пробок Другое дело Жить в Москве Или в Петербурге Где Пробки Постоянно Пробки жесткие И Конечно Роботизированные Коробки этого Не любят Ну и у некоторых Машин Не таких Конечно Дорогих Как Audi Q5 Эти коробки Даже на новых Машинах Начинают себя Проявлять Ну вот я В частности Помню Как на Hyundai Tucson Коробка просто В пробке Начинала Автомобиль Дергать Причем Ну Роботизированная Коробка В достаточно Безобидной Ситуации Это все Происходило И Как-то Наложило Отпечаток На Впечатление От тест-драйва Несмотря на то Что в инструкции По эксплуатации Прям так написано Что да Такое может происходить Это не является Неисправностью Переключите Лучше тогда Выключайте Ставьте на Паркинг Машину Если вы Понимаете Что в пробке Будете какое-то время Стоять Или переводите В спортивный режим Потому что коробка При этом меньше страдает Ну вот есть такая Особенность И она действительно Сказывается Коробки перегреваются В пробках Так-так-так Тут еще был один вопрос Шкода Кадьяк В сравнении с Ку-5 Ну Другая Машина Кадьяк Он Больший И это чувствуется Когда ты его водишь Он достаточно динамичный Но вот В отличие от Ауди Эту динамику Трудно использовать Потому что Кадьяк Когда вы в него Садитесь Когда вы едете Вы понимаете Что это машина Для такого степенного Передвижения в пространстве Для того чтобы Никуда не спешить А наоборот Доехать С семьей То есть опять же Ехать можно быстро Но по прямой В городе Вы не будете Совершать лишний раз На нем обгон Несмотря на то Что динамика Автомобиль помогает Позволяет Это сделать С двигателем 180 лошадиных сил Вполне хорошо Машина едет Но вот именно Настройка подвески Настройка рулевого управления Она такова Что не дает Возможности На этом автомобиле Вернее Пожалуйста Вы можете это делать Но вряд ли вы будете Получать от этого Удовольствие Это автомобиль Для того чтобы Встать в свой ряд И спокойно На нем ехать И перестраиваться Только по необходимости Делать это Опять же Спокойно И пропустив всех Кто хочет Проехать раньше тебя Ауди Позволяет Пошустрить Хорошо это или плохо Это зависит от водителя Потому что шустрить Тоже нужно с умом Для того чтобы Соседям по потоку Не мешать Ну что ж Давайте я напомню Наши координаты 232-15-59 Телефон студии Код Москвы 495 Звоните пожалуйста Владельце Ауди Ку-5 И владельце Конкурентов Тоже Не забывайте звонить 5533 Короткий номер Для ваших смс Сообщений В начале сообщения Пишите Слово Вести И что касается Ватсапа Вайбера Телефонный номер Для них Плюс 7903-170-6363 Сейчас прерываемся На новости После них продолжим И обсуждаем Сегодня Ауди Ку-5 И конкурентов Причем конкурентов В достаточно широком Смысле этого слова Есть вопросы Ватсапе Вайбере И на смс-портале От вас Но хотелось бы Конечно Чтобы вы еще и звонили По телефону 232-15-59 232-15-59 Диалог всегда приятнее Чем монолог Поэтому Просьба к вам Активизироваться Особенно владельцев Ку-5 Ну и конкурентов тоже Спрашивают Про Лексусы НХ-200 в частности Или РХ И спрашивают Про Инфинити Про Лексусы Ватсапе Про Инфинити Спрашивают По СМС Ну вот Что касается Инфинити Давайте я все-таки Буду использовать Нынешние Аббревиатуры Ку-Х-50 И Ку-Х-70 Точно так же Как и по поводу Лексуса Что НХ Что РХ Конечно Такого драйва Вы не получите Может быть В том Что касается Ку-Х-70 Ощущения будут Сравнимы Потому что вполне Драйверская машина И при этом Все равно Она будет ехать Не так Как Ауди И на мой взгляд Все-таки Не так хорошо Потому что У Ауди Комфортнее Подвеска Ку-Х-70 Такая достаточно Табуреточная В остальном же Особенно В том Что касается Ну Инфинити Ку-Х-50 Теперь уже Предыдущего поколения Потому что Показали новые Каким будет Новый автомобиль Очень интересным Будет посмотреть А вот Что касается Предыдущего поколения Конечно Это такой Уволень По сравнению С Ауди Ку-5 И ехать Он будет Гораздо Более Размеренно Причем Даже с Мощным Двигателем Ну вот Непонятно Куда эта Мощность Девается В этом Автомобиле При том Что аппетит Вполне Себе Приличный Что касается Лексуса Ну Опять же Вот Не такое Острое Рулевое управление Не такая Подвеска Она В большей степени Подойдет Для наших Дорог И Лексус Будет хорош Для того Чтобы проехать Там Где асфальт Не очень Качественный Но Также Бодро ездить Вы не сможете И Такого же Удовольствия Получаете Причем Ауди На тесте Был В погоду Примерно Такую же Как сейчас В Москве Не очень хорошая И вообще В такую погоду И как-то Ехать быстро Не хочется Но тем не менее Эта машина Побуждала Это делать Я представляю Насколько Хороша Она и приятно Будет летом Когда Солнце Кругом Когда Асфальт Чистый Когда он Позволяет И разгоняться И тормозить Нормально И когда Возможностей Для динамичной Езды Существенно Больше Потому что Сейчас Нужно Ограничивать Себя Безусловно Водителю Особенно На Нешпованной Резине На которой Была Эта машина 232 1559 У нас Сергей На связи Здравствуйте Да Здравствуйте О каком Автомобиле Нам расскажете Так я Вот Насчет Сравнения Мне интересно Насколько Корректно Будет сравнивать Я только Включил Эфир Насколько Корректно Будет сравнивать Вольксваген Полспейс Вот этот Удлиненный И Школу Кодель Сауди Купи Ну Корректно Просто Разные Машины Тут Вообще Сравнивать Можно Все Что Угодно Понимаете Я думаю Что Должны Быть Сравним Медцены Потому Что Люди Присматривают Обычно Узнают Сколько У них Денег Есть Сколько Денег Они Планируют Потратить На машину Исходя Из этого Уже Смотрят Что Они Могут Купить И База Купят Она Где-то Примерно В этих Ценах Нет Она Будет Дороже Она Она Будет Дороже Но Просто Там Разница Будет Ну Не Такая Наверное Катастрофичная Если Смотреть Базу Да Плюс Какие-то Разные Договоренности Скидки Понятно Что Вы Получите За эти Деньги Машину Без Бесключевого Доступа Но Посмотреть И сравнить Стоит Просто Есть Возможность Что Вы Сядете В Ауди И Решите Что Никакая Другая Машина Вам Потому Что Сейчас Хотел Бы Тоже Этот Автомобиль Спасибо Вам За Звонок Сейчас Еще Пару Слов Скажу Хотел Бы Еще Мазду Си Х9 Добавить К сравнению Просто Чтобы Показать Насколько Машины Бывают Разные Что Касается Мазда Там Если Я Не Ошибаюсь 231 Лошадиная Сила В двигателе 2.5 И Едет Она Отлично Она Великолепна Даже Опять же Не в спортивном Режиме Разгоняется Ее хватает В городе За глаза Ее хватает На трассе За глаза Вчера Говорил Что Мы С семьей Ездили На днях В Зарайск На ней Но При этом На этой машине Вы все равно Будете использовать Мощность двигателя Только по необходимости Когда вам Надо кого-то Обогнать Когда вам На трассе Нужно Совершить Обгон Она Не Располагает К тому Чтобы Шустрить Вот Си Х5 Да Там Если вы Беретесь С двигателем 2.5 Она Такая Что И Пошустрить Можно А здесь Машина Больше И Не дает Она Такого Ощущения Свободы На дороге Которая Позволяет Вам Часто Перестраиваться Встали И спокойно Едете Получаете Удовольствие От того Как она Едет Но Едет По прямой С Шкодой Все примерно Так же Но Надо Понимать Что Шкода Управляется Чуть хуже Чем Мазда И Существенно Хуже Будет Управляемость Чем У Ауди Ку-5 С С точки Зрения Того Как Этот Кроссовер Едет Но Он Почти Идеальный С точки Зрения Работ Каких-то Электронных Систем Удержания В полосе И тому Подобное Мне Честно Говорить Систем Не очень Нравится Потому Что Они По крайней Мере На нынешнем Этапе Развития Автомобилестроения Слегка Обманчив Вот Опять Возьмем Ту же Самую Мазду ТХ9 Есть Там Система Удержания В полосе И она Тебя Если Ты Хочешь Перестроиться Может Не пускать Прикусывать Руль Даже Если Ты На пустой Трассе Не включил Поворотник Она Будет Это Делать При этом Когда Ты входишь В поворот Она Будет Пытаться Держать Тебя Посередине Полосы Когда Ты едешь По прямой Она Будет Держать Тебя Стараться Опять Руль Прикусывать Не Давать Тебя Повернуть До Какую-то Степень Пока Ты Не Приложишь Сначительное Усилие Хотя В потоке Это Не Всегда Удобно И Иногда Для того Чтобы Лучше Иметь Обзор И Дальше Вперед Видеть Не Только Впереди Идущую Машину А Две Или Три Машины Лучше Сместиться В пределах Одной Той Полосы Вправо Или Влево А вот Машина Тебе Это Делать Не Позволяет Поэтому Такие Вещи Немножко Не Продумано С другой Стороны Когда Есть Поворот Вот Она Не Будет Поддерживать Тебя В полосе И Если Например Водитель Заснул То Он Вполне Прямо Улетит Такие Есть Вещи Таких Вещей На самом Деле Достаточно Много Претензий К Электронике Возникает Довольно Прилично 232 15 59 Андрей На Связи Здравствуйте Здравствуйте Прямо Знаете У меня Есть Опыт Эксплуатации Практически Все Ивановские Купы Ну вот Я расскажу Для сравнения И скажу Некоторые Поломки Которые Свойственны Точно Для всех Служебная Была Ку-5 Это 12 Год Я уже Не помню Какое Поколение Сбил За счет Но Была Топовая Комплектация 500 Лошадиных Сил В12 Была Такая Машина Параллельно Эксплуатировалась В семье Машина Ауди Ку-3 Того же Годовыска И Шкода Вот что я могу сказать Что всех Объединял Это точно Коробка передач Непонятное Поведение Совершенно Совершенно Точно Подтверждаю Что они На трассах Ведут себя По-другому То есть В городе Она как-то Начинает Притухать Очень Непонятно Вести себя На трассе Конечно Все по-другому Когда и Температура Масла падает И Вообще Поведение Другое Вот А сейчас Вот людям Я бы мог Посоветовать Если не гонитесь За шильдиком То совершенно Точно Ну и вам нравится Ваг Это понятно Совершенно Точно Вот Шкода Скаут Потому что В ней все Примочки Которые Присущи Вагу И полный Привод В том числе У меня сейчас В эксплуатации Скаут И полный Привод И стеклянные Крыши И удержание В полосе Все это есть Но переплачивать Не стоит Все равно Ломаться Будет одинаково Но это мое мнение Вот еще Пару моментов Про DSG Даже вот Про эту DSG-6 Которая не ломается На тех же Скаутах И на некоторых Моделях Ауди Ставится И на Volkswagen Я могу сказать Одно Очень существенное Замечание С которым Я никак Не могу смириться И это В пользу Японцев Конечно Она в пробке Всегда Старается Включить Вторую передачу И очень Вяло разгоняется Даже при мощных Моторах Нет ощущения То есть На секундомере Есть ощущение Что ты быстро едешь Но вот Самого внутреннего Ощущения В сжатии В сиденье Отсутствует То есть Всегда держит Повышенные передачи Немножко Раздражает Как-то Да это есть Такое состояние Динамики Вот самого Да вот Спасибо вам За звонок Есть такой момент Потому что Когда покупают машину Часто смотрят На характеристики И там 6 секунд до сотни Или 8 секунд до сотни Или 10 Неважно Ну и человек Думает Что да Вот здесь вот 9 Здесь 10 Наверное 9 лучше Потом Когда покупает Садится И не получает Желаемого Садится в ту Которая По паспорту Разгоняется Вроде бы медленнее А удовольствия Получается На ней гораздо больше Ну тут во-первых Нужно понимать Что основные ощущения Мы получаем При старте с места А как они там Разгоняются До 30-40 км в час Это вам Уже никто не говорит Потому что Такие измерения Обычно не проводятся Вот А это самое главное И понятно И понятно Что там Может быть Она будет Как раз Набирать Свою скорость Гораздо лучше За счет Там Хорошей своей Аэродинамики За счет Того Что она Не кирпич После 50 км в час Но вы Это уже Так не ощутите И так не почувствуете Вам как раз Нужны ощущения На Небольших скоростях Для того Чтобы прочувствовать И получить Удовольствие От вождения Вот у нас еще Алексей ждет По аудиоку 5 Мы сейчас прервемся Коротко на рассказ О погоде Потом продолжим 232-15-59 Телефон в студии И на связи У нас Владимир Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер То есть Добрый день Всем Автолюбителям У меня Генезис 249 лошадей Вы знаете Я уже лет 15 на корейцах Езжу Машины не ломаются Что Нужно отдать им Должное Ну а что касается Генезис Это вообще роскошный Совершенный автомобиль Особенно мне нравится Смарт-кроиз-контроль Но вы Понимаете Что это такое В пробках На трассе Ставишь скорость Я в общем-то уже Давным-давно Не плачу Ни каких Штрафов Из-за этого Поскольку Ну Просто она держит Скорость Ту Которая Под камеру Эта скорость Не Выходит На штраф Ну и Остальные опции Которые там есть Это в общем Замечательные опции Это Вот вы там Говорили О том Что какая-то Маза По-моему Она Плохо держит По полосу Движения Здесь тоже Это опция Но Никаких усилий К рулю Прикладывать Не нужно Даже если Забыл включить Поворотник Ну Запросто Можно перестроиться Никаких проблем Нет Но машина На мой взгляд Совершенно Замечательная Вы говорите Тоже приехали На этой машине Я слушаю вас Давно Эту передачу Вы видите Что И по Соотношению Цена-качество Это по-моему В премиальном сегменте Одна из лучших машин На самом деле Спасибо вам за звонок Вы знаете Меня больше всего В Генезисе В этом приятно удивила Шумоизоляция Очень хорошая Вот Прямо действительно Не ожидал Потому что Массовые корейцы Они отличаются тем Что Ну так как-то спокойно Относится Как кстати и японцы Они в последнее время Только начали Большое внимание Шумоизоляции уделять Спокойно К этому фактору Относится А здесь вот прям Ну очень хорошее Если например Сравнивать С каким-нибудь БМВ Ну пожалуй На порядок Лучшая шумоизоляция Хорошо это или нет И вполне возможно Что в БМВ Тоже Не просто так Все делают Потому что Когда ты едешь Очень динамично И шум дороги И то что происходит Ты должен Не только видеть Но и слышать Это Повышает безопасность Как ни странно Но Тем не менее Вот должен отметить Этот фактор Прямо сделали Очень-очень комфортно Спасибо вам за звонок Давайте немножко сообщений Прочитаем Во-первых Александр просит Рассказать о Прадо Поподробнее Александр Будет отдельная программа Если я не ошибаюсь 20 января К нам придут Представители Тойоты И вместе с ними Этот автомобиль Обсудим Будет Очень-очень подробно Ну и опять же Вот уже Если вас Прям Вам не терпится У себя в Телеграме Я писал Обо всех моментах Которые меня Заинтересовали Канал Можете почитать Называется Автопортрет В мессенджере Телеграм Там достаточно подробно Ну и это И многое другое Будет Во время эфира 20 января И еще тут Пишут о том Что это дорогие машины Мы всякие машины Обсуждаем В частности Ладу Весту СВ Кросс Будем обсуждать Тоже придут Представители АвтоВАЗа Правда это Произойдет Только в начале Февраля Но собственно Я их звал и раньше Я говорил им Приходите когда хотите Но вот У них не получалось Прийти После январских Праздников Поэтому договорились На третий Если я не ошибаюсь Февраля Шумоизоляция Это точно Пишет Наш слушатель Ну отлично Хорошо что вы согласны ДСГ-6 Хорошая коробка Просто надо уметь ездить Но вот уметь ездить На самом деле Это один из факторов Который влияет На долгую жизнь коробки Он не единственный Это тоже нужно учитывать Где ездить Тоже важно Ну и опять же Должен сказать По поводу ДСГ-6 Что есть у меня Подписчики Которые писали Что ездят беспроблемно По 200 280 Даже один товарищ Писал Тысяч километров Вот коробка родная И никаких проблем нет Шкода Рапид Вообще Один из любимых Моих автомобилей В таком Бюджетном сегменте К сожалению Цены поднимают Жалко Хотелось бы Чтобы они еще Подешевле стоили И чтобы побольше Этих машин В хороших Достаточно Богатых комплектациях Было на улице Потому что С двигателем 125 лошадиных сил Едет эта машина Просто великолепна По Лексусу Угнали Вредно Для здоровья Кошелька Но тут К сожалению Это проблема Не только Лексус Это проблема И Ауди И BMW И так далее А Пежо 3008 В новом кузове Что скажете Автомобиль Производит Приятное впечатление Я не проводил Тест-драйв Этой машины Все думаю Вот взять Пежо И все как-то У меня не получается Надеюсь что Через некоторое время Получится Но сидел в нем На автостолу Не смотрел Производит Очень хорошее впечатление Как Любой француз Есть два момента Которые обязательно Нужно учитывать Во-первых Вы заплатите Чуть больше Чем за конкурентов Просто потому Что французы Ценят себя дорого Во-вторых Там много будет Различных Французских Особенностей Которые можно любить А можно ненавидеть Вот если вы любите То вам понравится Но в любом случае Вы будете Ощущать себя В этой машине Не таким как все Потому что она французская Потому что она выделяется Некоторые решения Вот будем Довольно скоро Обсуждать Рено Калеос Там тоже такие решения Есть Они странные И непонятно Зачем так сделали Вообще Но вот так поступают Часто французы Ну и плюс Возможно Какие-то мелкие Неисправности К сожалению Тоже французский Автопром Этим грешит И по-моему У них такая позиция Что ну вот Да Что-то может Нас слегка барахлить Но нам За то Что мы такие уникальны Это простят Кто-то прощает Кто-то нет Есть люди Которые просто С французов Не слезают Есть люди Которые Один раз попробовали И говорят Никогда Если вы не пробовали То я думаю Что попробовать стоит А там Сами определитесь Ну и вот Что может повлиять Тоже Те факторы Которые нужно учитывать Я вам назвал Но опять же Учитывайте Что если вы Такую машину купите То страховка Скорее всего Будет стоить Недорого Потому что Их мало И потому что Ну не угоняют Их практически Для угонщиков Они не интересны 232-1559 Анатолий На связи Здравствуйте Добрый день Хочу пару слов Сказать о конкурентике У пятого Это Acura RDX Взял я ее В десятом году Трехлетку 243 лошадиных силы 2.3 с турбонаду Совершенно Потрясающая Динамика У меня До этого Я как-то так Сидел на Субарах У меня был Значит Последняя машина Была С двигателем WRX Так вот Acura Все равно Разгоняется До сотни Быстрее Чем Моя Субару И Конечно На Скоростях Выше Та 50 Субару Будет Словно Будет Делать Acura Но тем не менее Динамика Потрясающая У нее есть Спортивные передачи И подрулевые лепестки Спортивные передачи Вообще Никогда не пользовался На трассе Подрулевых лепестков Достаточно Для того Чтобы обходить В самых сложных ситуациях Любые машины Значит Рулежка Просто потрясающая Подвеска Немножко жестковатая Ну как и положено Все-таки машина Считается Спортивной Вот И безусловно Приятно Когда Поворот В этой машине Не надо сбрасывать газ Ни в коем случае А наоборот Надо подбавлять Всю Весь импульс Машина Вкладывает Во внешнее заднее колесо Вталкивая поворот И Неоднократно Так сказать Вот Пользовался этим Вариантом И совершенно Потрясающее ощущение Что касается Надежности Значит За все это время Две проблемы Первый раз Высушил бак Доска Забился Фильтр Бензонасоса Ну легко Отремонтировали Заменили Там Мне это стоило копейки И Второе Это Сносились щетки Генератора Собственно говоря Вот за все это время У меня сейчас На Куидоинтри Уже за 200 тысяч километров Больше ни одной проблемы Масло Фильтры И прочее Больше никаких проблем Понятно Спасибо вам за звонок Это вот То за что я люблю японцев Они конечно С точки зрения надежности Очень-очень хороши И Первая Перечисленная вами проблема Она Как раз Проблема водителя Который Бак высушил А не проблема автомобиля Ну а вторая В общем можно простить За 200 тысяч Хотя пишут нам Что и немецкие машины Неплохо ездят Вот в частности Тут Был пример Посад Дизель На DSG-6 180 тысяч километров Без проблем Причем с чиптюнингом До 175 лошадиных сил Пишет наш слушатель И был давно уже вопрос Сейчас мне напоминают По поводу RAV4 Toyota RAV4 2016 года Ну вот смотрите Во-первых Как я понимаю Все-таки вы ее берете Не новая Она не на складе лежала Все это время А под кем-то ездила Поэтому я не могу сказать В каком состоянии Она находится Как эксплуатировал ее владелец Кроме того Вы не пишете Какая коробка Понятно Если вы будете Много ездить И будете Как вы пишете Для дальних поездок То надо смотреть Вариатор там стоит Наверное Для дальних поездок Это не самый оптимальный вариант Плюс Нужно понимать Что Вы Ну Не будете ездить Так быстро Как вы ездили бы На автомате Потому что Ну Вариатору это не очень полезно Вот Ну и очень важно Если там вариатор То Как первый владелец Машины эксплуатировал Потому что Убить Можно все что угодно Даже Любую Каких-то особенных претензий К тойотовским вариаторам нет Но Сломать можно все что угодно Нужно смотреть В каком состоянии Находится Вот конкретный Ваш Экземпляр Если же Говорить просто Про RAV4 Мне нравится эта машина Хорошая машина Машина Опять же Вот Не с такой отточенной Управляемостью Как Audi И сравнивать тут Странно было бы Потому что По ценам Они сильно Очень отличаются Но Тем не менее На наших дорогах Особенно если Вы живете Не в Москве И если вам Машина нужна Для дальних поездок То Наверное Это будет Вполне возможно Я имею ввиду Toyota Предпочтительнее Потому что Она Хорошо идет Не только по Идеальному асфальту Но и по неровным Дорогам тоже И На проселок Вы можете выехать И никаких Серьезных проблем Испытывать не будете Ну и плюс еще С Toyota Конечно Вы должны Учитывать Что ТО Будет проходить Каждые 10 тысяч Километров Для меня Это достаточно Важный фактор Для меня Это достаточно Часто Ездить В сервис Но Смотрите Как вам А так Автомобиль Вполне Достойный И Автомобиль Достаточно Надежный Нужно Смотреть Только В каком Он состоянии Находится Помогите Советам Audi А5 БМВ Четверка Jaguar Jaguar XE Двигатель 2 литра Дизель Ну Вам нужно Все попробовать Просто понять Что вам Больше всего нравится Честно говоря Я бы Наверное Сам Склонился В сторону Audi И записанных Автомобилей Но Это просто Мои предпочтения Мое видение Того Как Какой Автомобиль Должен быть И Как он должен Ехать Исключительно Этого Нужно Еще смотреть Цены Надежность И Все остальное Угоняемость В том числе Поэтому Я бы Наверное Посмотрел В данном Случа На Audi Но только Исходя Из того Как машины Едут Не рассматривая Какие-то Другие Факторы Которые Могут Казаться Очень важными Ну что же Пришло время Прощаться Спасибо Всем Кто Звонил Писал И слушал Не забывайте Что завтра Еще одна Программа Снова Будем обсуждать Автомобили Снова В 14 Часов Включайте Свои Приемники И звоните